Для меня лично финансовый кризис кончился, потому что жить стало гораздо проще. Мы рассчитались с долгами, и вот как-то так получается. Да еще и конкурентов не стало, потому что все опытные в видеинженеры поехали туда, где платят в видеинженеру от 40 тысяч рублей. В Магнитогорске столько не платят. Но операторы, понятно, уже нормальные операторы на том свете, а журналистов у нас и не было никогда. И как же жить в условиях, когда отсутствуют конкуренты? Точнее, кое-кто есть, он так кусает по мелкому. Есть и другие, которые кусают по крупному. А есть те, кому нужна информация. К примеру, о том, что хотя в городе и есть два дилерских центра по продаже автомобиля Kia, тот, который первый, и тот, который главный, и тот, который был в свое время единственным, он располагается здесь, на Белорецком шоссе 17. И не надо лечить людей, что единственный дилерский центр Kia располагается в районе Казачьей переправы. Нет. То, где подешевле и то, где почестнее, это здесь, на выезде из города в сторону Белорецка. Теперь, сегодня и сейчас мы можем порадоваться еще и тому, что в России, а точнее в Магнитогорск, пришло время Азии. А в Азии что принято делать? Ну, так же, как и в Африке. Принято торговаться. То есть, если вы решили себе приобрести автомобиль Kia, грамотнее приехать сюда. Предложат дешевле. Да, нам нужна правда. Да, это правда, что на протяжении тысячелетия российские лидеры привыкли умирать на рабочем месте. И что, мы с этим жили плохо? Да, это правда, что любая реклама у 80% жителей вызывает омерзение и отвращение. И это правда. В нашем случае правда и то, что УралАвто с момента основания успешно продавал и продает автомобили, а не тылит товар у соседа. И это тоже правда. Мало того, у УралАвто все свое. И он не сдает ни сервисы, ни мойку в субаренду. Да и покраска у него своя. Это тоже правда. А ложь – это песни маркетологов и моногеров продаж. Ну, жизнь у них такая – обманывать и начальство за свою зарплату, и напаривать покупателей. Но вы же не глупые, дорогие мои магнитогорцы. Вы прекрасно понимаете, что в метро надо брать только рыбу и пойло. Вы каждую субботу ездите на овощих хранилищах. Вы покупаете турпутевки только у Пегаса и экономите на звездах. Вы мудрые и опытные. Но вас дурят. Вариант, предлагаемый нами – это экономия тысяч рублей. Ну, а если вы не привыкли переплачивать за сервис ИТО, и если вам нужна настоящая пятилетняя гарантия на КИА, КИА в одном месте, то путь в Урал-Автор. На этот новый термин мне нравится. Приезжайте, мы предложим дешевле. Особенно актуально, когда в городе существует недобросовестная конкуренция, да? Да, конечно. Теперь что, можно приехать и договориться, получается? Да, можно приехать, получить дополнительные скидки, подарки. Каждому клиенту у нас индивидуальный подход. То есть весь перечень услуг в нашем автосалоне предоставлен от покупки до обслуживания специального кузовного ремонта. Да, то есть приедете к нам, мы сделаем для вас выгодное предложение. Есть смысл немножко чуть-чуть дальше проехать, чем самозавод на границу города и получить определенную выгоду? Да, конечно, смысл есть. То есть у нас в Казахстане, видите, здесь никаких очередей, толпы народу нету. Все спокойно, тихо. Также Wi-Fi здесь у нас есть все. Проведете время, с пользой выберете машинку себе. Быстро уедете с подарками, со скидкой. Я обратил внимание, что у вас этих машин много, все? Машины все в наличии. Весь модельный ряд Kia в наличии. И подберем машину к каждому клиенту. А цвета разные тоже есть? Всех цветов, всех комплектаций машина есть в наличии. Понятно. Так, то есть давайте еще раз городу Магнитогорску объясним, что пришло время Азии. А в Азии принято торговаться. Да, конечно, пришло время Азии. И лучше проехать какие-то лишние 10 километров, получить какие-то дополнительные выгоды, дополнительные условия. И забрать свою машину, не ждать никаких. Оставлять залогов, заказов, ждать там 2-3 полгода, год. А приехать, сесть, один день рассчитать, оформить кредит, если какие-то проблемы с финансами. И уехать на автомобиле своем вечером домой. Ну, чтобы было понятно, да, Магнитогорск не уникальный город. Он немножко вот такой, повернутый по фазе. Дело в том, что в любом нормальном миллионнике официальных дилеров, ну, несколько штук. Это только у нас, понимаете. У Киа есть такие вот проблемы, что один дилер здесь располагается, на Белорецком шоссе 17, а другой взял себе местечко в центре города. Вот, 10 тысяч квадратов. Еще думаю, что 250 автомобилей продаст. Ну, ну, что-то вот меня сомнения мучают. Тем более, когда, ну, здесь, на Белорецком шоссе, можно купить подешевле. А я вам расскажу случай, как мой товарищ покупал Юнфинити, точнее, друг, в Москве. Покатавшись по всем салонам, он тупо заплатил 10 тысяч рублей менеджеру, чтобы кто-то на телефонный звонок ответил, и получил скидку в 400 тысяч. То есть, рано или поздно Магнитогорск до этого докатится. Продолжение следует...